я дегтярь владислав юрьевич с города херсона 24 февраля когда стала война все было ожидаемо потому что я бывший военный получил ранее ранение 2 21 году уже все этого ждали ожидали чувствовали что так будет с этими учениями совсем ну когда 24 февраля наступила для моих детей и жены было не это неожиданно самое страшное что было в городе херсоне это когда на 100 настала оккупация и так как я бывший военный сейчас инвалид пенсионер то ожидание когда придут ко мне домой к моей семьей так проверить военных че сотрудничаю не сотрудничаю с украинской армии властями нашими сдаю я орков или не сдаю наступил этот момент когда они да и до меня дошли пришли домой все перевернули дети очень сильно бы испугались но все нормально нет или ушли как-то и дети очень страшно было в херсоне что каждый вечер каждый день где-то лазили по соседним домам подъездом искали искали военных кто в полиции работал кто сотрудничает с нашей армией партизанов искали но как только херсон освободили то мы сразу же женой с детьми выехали потому что начали херсон стирать с лица земли постоянные обстрели обстрелы микрорайон за микрорайоном и не самое главное не знаешь куда она прилетит выехали в одесскую область в село под одессой сейчас арендуем тут жилье выпущенники ждем когда выиграем полностью эту войну когда они все уедут к себе в россию навсегда чтобы можно было спокойно вернуться в херсон потому что сейчас очень опасно стреляют и не ничего не работает в полном объеме не больницы не реабилитации так как я инвалид первой группы получил снайперское ранение в двадцать первом году еще вот такая вот моя это пластину ставить реабилитация нужна рука вот не работает рука на полностью отказала левой сторона ну ходить начал рука так и не работает ну так чуть-чуть могу поднимать и все вот надо постоянно капаться лекарства и постоянной реабилитацию буквально сейчас узнавали как у тут выехали уже в одесской области свободное передвижение то ищем врачей вот ждем ответа что поехать тернополь на полное обследование руки и организм тело что посмотреть есть такая предпосылка что надо делать операцию на руке потому что когда мне спасали голову могли на скорую руку быстро под зашить руку и она не дает работать кисти пальцем вот жду момента когда надо ехать на обследование в тернополь и там делать операцию а дальше надо реабилитация реабилитация физические нагрузки но мы не сдаемся мы занимаемся ждем полную победу все буду украина спасибо всем кто помогает украин украине волонтерам государства мирным жителям медикам всем спасибо